Продукты питания, товары первой необходимости, одежды, инструменты, тента, палатки. Гуманитарку собирают, учитывая погодные условия в зоне проведения специальной военной операции. Для обогрева и приготовления пищи бойцам отправляют блиндажные свечи. Отдельная часть груза, лекарственные препараты, влажные салфетки, спички долгого горения. При сборе гуманитарной помощи особое внимание уделяют условиям жизнеобеспечения в зоне СВО. Строительный материал, инструменты. В данной ситуации здесь есть порядка около 300 комплектов, которые пойдут уже летняя форма одежды, но это на батальон. Первую фуру на Донбасс из пункта сбора, организованного на территории трамвайно-троллейбусного управления, отправили перед Новым годом. Сейчас наши ребята с нетерпением ждут 23 февраля и надеются вновь получить весточку от родных и близких. Кроме продуктов, в зону СВО нередко привозят послания от самых маленьких жителей региона и города, в которых школьники желают нашим бойцам здоровья и скорейшей победы. Поддержку и помощь военнослужащим членам их семей оказывает и администрация города. Есть адресные посылки, которые собрали родители. И хочется сказать, чтобы родители были совершенно спокойны, что это дойдет все до адресаты. Хочется, чтобы ребята к 23 февраля получили все наши подарки. Мы за них переживаем, мы за них болеем. Мы желаем им победы, желаем здоровья. Конечно, скорейшего возвращения домой из победы. География посылок огромная. Гуманитарный груз собирает не только самарцы. В числе городов, желающих помочь защитникам Донбасса, Ульяновск, Новокубишевск, Чапаевск, Отрадный и практически все муниципальные районы нашего региона. Чтобы могли чувствовать себя комфортно. Дополнительно еще добавлю, что у нас есть контакты с родственниками мобилизованных. Нам присылают им тоже небольшие посылки личные и все то же самое доставляют. Посылки для отправки в зону СВО присылают предприятия, муниципальные службы, средства массовой информации. Неравнодушные граждане делают все для того, чтобы наши бойцы почувствовали тепло. Ведь именно оно придает смысл каждой минуте жизни. Особенно жизни вдали от родного дома, на передовой. Ольга Павлова, Константин Головин. События.